Всем привет! Мне пришла новая посылка из Китая. Давайте ее распакуем и посмотрим, что же там у нас находится внутри. Написано, что здесь находится Car Charger, то есть автомобильная зарядка. Но что это за зарядка, что она из себя представляет, я пока еще не знаю. Давайте будем распаковывать и смотреть. Я уже вижу здесь коробку. Ух тышка! Это Xiaomi зарядка, новая, Roidmi. Если вы не в курсе, то у меня были все зарядки Roidmi, которые они выпускали для автомобилей. Я остановился на последний, Roidmi 2S, которая называется. Она меня полностью устраивает по выходной мощности, по качеству звучания. Это не просто зарядка, это еще и FM-трансмиттер высокого качества звучания. Насколько он хорош, насколько он хорошо звучит по сравнению с Roidmi 2S, насколько он хорошо показывает результаты по мощности. Все это я буду тестировать в отдельном видео. Я специально прикупил две вот таких вот нагрузки, которые позволят правильно и достаточно эффективно протестировать данное устройство в максимальной нагрузке сразу на два порта. И в общем-то давайте сначала посмотрим на характеристики по коробке. Здесь у нас везде логотипы Roidmi, здесь у нас во всей красе этот Roidmi. Его, конечно, легко отличить от предыдущих поколений, потому что он здесь уже немного другой в дизайне. Здесь запаковано все. Пришла посылка с GearBest, кстати. На Алиэкспрессе, я не знаю почему, цена была на 10 долларов выше, чем на GearBest. Поэтому, само собой, логично, что я купил на GearBest. Возможно, сейчас на Алиэкспрессе есть и подешевле цены. Я уже это не буду искать, но перед тем, как это видео я опубликую, я выложу для вас ссылки и на GearBest, и на Алиэкспресс. Они будут в описании. Вы их можете сравнить и сами сделать для себя выводы, где вам лучше покупать. Итак, название модели BFQ04RM. Рабочий диапазон здесь FM, 87.5 до 108 МГц. 20 Вт, максимальная выходная мощность. 5 Вольт, 2.4 Ампера на каждый порт. Она может выдать эта зарядка. И максимально на порт может выдать 3.4 Ампера. Поддерживает Bluetooth 4.2. Насколько я помню, предыдущая версия 4.1. Не помню, будет отдельно сравнение этих двух зарядок, этих двух трансмиттеров. И там я все расскажу. Поддерживает Android, поддерживает iOS 8.0 и выше, Android 4.2 и выше. 2017 год, седьмой месяц. То есть, достаточно свежая штуковина. Ну и что ж, давайте будем вскрывать и посмотрим, как выглядит она внутри. Мне прям не терпится. Я не смотрел ни обзора, ни распаковки. Я даже не знаю, есть ли что-то в интернете на данную тему. Данная приблуда мне шла достаточно быстро. Gearbest отправил ее практически сразу. Вот что мы получаем внутри. Все на китайском, но есть определенные картинки, по которым вы сможете понять, куда втыкать. Втыкается это все дело в прикуриватель. Ловится частота 96,4 FM на вашем приемнике. И через приложение все это дело можно вещать. В принципе, наличие приложения не особо-то важно. Оно нужно только для настройки данного трансмитера, но по умолчанию он работает на такой частоте. Вы можете, конечно, сменить частоту, но рекомендуется использовать именно эту, потому что она менее загажена, во всяком случае, в большинстве стран. Подача здесь, конечно, уже другая. Упаковано уже совершенно по-другому. Не так, как Roidmi 2S. То есть, все более презентабельно. Понятное дело, Xiaomi растут. Они хотят чуть лучше продавать свою продукцию, чуть лучше ее упаковывать. Подается оно все вот в таком вот мягком материале, в посадочном месте. Конечно, нарублено как-то оно видно на производстве. Знаете, немножко вот это вот некрасиво края выглядят. Но, понятное дело, эта штука распаковывается один раз и потом выкидывается. Поэтому ругать за упаковку я тоже не буду. В любом случае, сам Roidmi выглядит просто превосходно. Темный вот этот вот прям такой ртутный цвет. Он очень-очень красиво смотрится. Здесь приятная отдача пружины. Здесь также подпружинено, тоже все приятно. Эта штука у нас, во всяком случае, вручную так вот просто не раскручивается. Итак, здесь вы можете скачать приложение. Кому интересно, ставьте на паузу и сканируйте QR-код. 5 вольт, 2,4 ампера на каждый порт. Это круто. Фаска есть. Вот так вот блестит очень красиво. Поэтому, когда этот Roidmi будет вставлен в автомобильный прикуриватель, при попадании света он будет вот так бликовать. И это достаточно круто. Здесь у нас логотип Roidmi. Довольно красивый, на черном фоне. Здесь у нас характеристики. 5 вольт, 2,4 ампера на каждый порт. Либо 3,4 ампера максимально на порт. Как видите, характеристики повторяются, дублируются. И может работать и от 12 вольт, и от 24 вольт. То есть, эта штука подойдет не только на легковые автомобили, но и на грузовики. Теперь я могу распаковку считать законченной. И, в общем-то, тесты все будут в обзоре. Я покажу, насколько эта штука хорошо работает с нагрузкой. Я подключу смартфоны, планшеты. Я подключу вот такую вот нагрузку. Специально купленную для этих задач. Нагрузка, которая позволит хорошо протестировать данный девайс. Я покажу, насколько хорошо он работает с приемником. У меня как раз стоковая штатная магнитола в Мерседесе. Поэтому я смогу без проблем показать, как это все дело работает. Ну что ж, увидимся в обзоре. Кому интересно, обзор выйдет, наверное, спустя несколько недель. После того, как эту штуку я активно попользуюсь. После этого будет не только обзор, но и сравнение с ROID MI 2S. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Увидимся в следующих видео. Хорошего вам настроения. Не забудьте поддержать видео, которое вам нравится. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok